С недавнего времени в таких подвалах детей тренировать запрещено. Чтобы сохранить школу кикбоксинга «Стик», власти города передали ей второй этаж бойлерной. Аренда безвозмездная, а ремонт на плечах школы. Начали его родители и тренеры. Снесли старые стены, вывезли весь мусор, организовали, главное дали толчок. Начало работы, что уже назад некуда, как говорится, позади Москва. А дальше кто-то посоветовал тренеру Игорю Кребельному обратиться к депутату Госдумы Александру Прокопьеву. Вместе они стали думать, как построить зал для кикбоксинга. Непосильную задачу разделили на несколько частей, стало понятно, где искать союзников. И теперь здесь собрались все участники проекта. Сибирская генерирующая компания безвозмездно смонтировала систему отопления и водоснабжения. Компания «Запсип Электромонтаж» всю электропроводку. Строительная компания «Союз» направила на объект бригаду строителей для внутреннего ремонта. Фонд Александра Прокопьева оплачивает систему вентиляции. Не все участники стройки до этого дня были знакомы, но у каждого своя причина помочь кикбоксерам. Самое главное, я считаю, что дети должны постоянно быть, как говорится, в пределе. Спорт, во-первых, он и дисциплинирует. И вот ребята, которые я беру с колледжа, те, которые у нас практику проходят, те, кто занимается спортом, их сразу видно, они более ответственные, более дисциплинированные. Потому что спорт эти качества прививает. Спорт-клубу кикбоксинга «Стик» почти 30 лет. Число выпущенных воспитанников исчисляется тысячами. Из четырех залов «Стика» три в подвалах. Например, в этом занимаются около сотни детей. Мало того, что ребятишек надо с улицы привлекать в спортивные залы, в спортивные сооружения. Ну и немаловажно, чтобы эти спортивные сооружения были не подвальные. Один из недавних случаев. В начале января затопило подвальный спортзал в Краевой Федерации Тхэквондо. Придется временно искать новые помещения. Именно поэтому и на законодательном уровне детские спортшколы обязали выйти из сумрака. Как считает президент Краевой Федерации кикбоксинга, строительство нового зала для «Стика» – не рядовое событие. На самом деле мы стоим на историческом этапе. То есть более 20 лет спортивный клуб «Стик» тренировался в подвалах. Все наши чемпионы, все наши успехи были там. И сегодня мы выходим на свет. Для нас это действительно историческое событие. В новом зале площадью более тысячи квадратных метров будет заниматься около 200 детей. Благотворители хотят дать спортсменам то, чего не хватало в подвальных залах – пространство, свет, свежий воздух. Участники проекта действительно осуществляют строительство этого спортзала для кикбоксеров, параллельно сталкиваясь со своими проблемами, которые, конечно, создают пандемию, антиковидный режим. И у многих изменилось финансовое положение. Некоторые были вынуждены уменьшить объемы финансирования. Но, что важно отметить, никто из проекта не вышел. На сегодняшний день у нас остаются три позиции, которые не решены. То есть это вопрос по гидроизоляциям, вопрос по освещению, то есть это непосредственно светильники и кабель-каналы. И лаги для деревянного пола. Ну и само дерево, сам пол. Нет сомнений, эти вопросы тоже будут решены. Ну и к весне уже состоится открытие клуба. И тренировки в стике во всех смыслах выйдут на новый уровень. Андрей Дреер, Александр Антропов. День с толком.